Ослы, дорогая, ты в порядке? Нет. Как мне быть в порядке, Гонжа? Как только приехала, оказались на улице. Я очень расстроилась. Вы смогли обустроиться? Куда там? Одна комната и вещи в кладовой. Не было, да, другого выхода? Вы так быстро собрались и уехали. Не знаю. А маме что делать? Дом продали, сказали освободить. Она одна не смогла найти другое жилье. Не знаю, что бы делала мама без тети Шукран. Милая тетя Эмель, ей, наверное, очень плохо. Еще как. И мне ничего не сказала, чтобы не расстраивать. Я действительно разочаровала маму. Сказала, еду зарабатывать деньги, но ничего не смогла сделать. Осталась и без работы, и без дома. Дорогая моя, ну ты тут ни при чем. Жизнь перевернулась вверх дном. Я даже не знаю, что делать. Поехала работать, чтобы помочь маме деньгами, но не вышла. Подумала, ладно, вернусь домой. Так и дома теперь нет. Откуда мы могли знать? Мы не знали, куда мы едем. Да, из-за двух тупиц все испортилось. Вот занимались бы они своими делами. Ты права. Но все же моментами повеселились. А ты пережила такое приключение. До сих пор удивляюсь, как это все случилось со мной. Как только смеялись, сразу обливались слезами. Если бы не было так, не было бы интересно. А что ты думаешь о Бардеме? До сих пор не могу поверить, что он так со мной поступил. Да, он оказался страшным разочарованием. Ну да ладно, не будем об этом. Все будет прекрасно. Увидишь, скоро найдем работу. И у твоей мамы есть работа. И вы нашли, где пожить. И в скором времени все будет хорошо. Тот дом – мое детство. Папина теплота. Наша с мамой гнездышко. Да что там, пусть будут хоромы. Ни один дом не будет таким. Знаю, родная. Но папа всегда в твоем сердце. А мама всегда рядом. Не грусти больше, прошу. Тетя Эмель рядом, и все будет хорошо. Легче, чем сейчас. Я знаю, это... Посмотри вот на меня. У меня никого нет, кроме брата. Не помню ни отца, ни матери. Никого не помню. И никого у меня нет. Душа моя, прости. Расстроила тебя. Ты права, что бы ни случилось. Мы должны быть сильными. Мы справимся со всем. Мы сильные. Вот так-то. Да. Хорошо, что я пришла поговорить с тобой. А то я сошла бы с ума в этом доме. Я всегда рядом. Если только понадобится. А что мы будем делать завтра? Конечно, ищем работу. Договорились. Увидишь. Все будет прекрасно. Дай бог. Что будем делать? Может, пройдемся? Чагла какая-то красивая. Спасибо, тетя Сильда. Вы тоже очень роскошно и нежно выглядите. Спасибо. Эльчин. Сильда. Хорошего вам отдыха. Я пошла. Хорошо, красавица моя. Благодарю. Сильда, еще раз поздравляю. Все просто изумительно. Я думаю, может, свадьбу наших детей проведем здесь? А? Отличная идея. Почему бы и нет? Слава богу, они решили проблему. Я тоже очень обрадовалась. Хорошо. Всего доброго. У нас там гости. Я поздороваюсь схожу. Хорошо? И потом вернусь. Хорошо, дорогая. Давай. Не скучай. Спасибо. До свидания. СМЕХ 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 Ты тоже выглядишь впечатляюще. Папочка, ты с кем переписываешься? О чем ты? Я почту проверял. А почему ты не делаешь селфи? Давай попробуем? Сейчас же сделаем, папочка. Минуту, я тоже пришел. Ты как раз вовремя. СМЕХ 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 От тебя невозможно отвести взгляда. Минуту, ваш отель прекрасен. Поздравляю. Спасибо, Мирга. Правда? Очень красивый отель всегда. Спасибо большое. Господин, если завтра вы не заняты, мы можем провести время на моей яхте. К сожалению, но мы завтра возвращаемся. Так быстро? К сожалению. У них это очень много работы, и мы должны вернуться. Пришли гости, я пойду встречу. Хорошо? Хорошо? До встречи. Хорошего отдыха. Сельда идет. Дорогой. До встречи. До встречи. Даже глоток не смогла сделать. И ты не выпила ничего, да? Эльчин, я весь вечер наблюдала за вами, Синаном. Вы так подходите друг к другу. С чего ты взялась, Сельда? Не знаю. Такое предчувствие. Наш Синан очень хороший. Уверена, он сделает тебя счастливой. К тому же, ты столько лет одна. Сельда, прошу, не злись на меня. Говорю это, потому что люблю тебя. Знаю, дорогая. Мне нужно кое-что тебе сказать. Между мной и Синаном кое-что есть. Ага. Это очень новый, и никто пока не знает. Ой, не могу поверить. Я так рада. Я очень счастлива. Спасибо. Ты будто почувствовала. Правда. Я очень рада за вас. Милая, поверь мне, ты приняла правильное решение. Надеюсь, Синан хотела рассказать всем. Но ты ведь знаешь, прежде всего, дети. Сначала мне нужно поговорить с Чеглой. Подготовить ее к таким новостям. Ну, дорогая, Чегла очень умная девушка. Я уверена, она хочет, чтобы ты была счастлива. Я тоже так думаю. Но все же лучше пока подождать. Ты великолепна. Вы все замечательно сделали. Бассейн и просто красота. По-моему, лучше пойти к ним. Точно. Да я, правда, не ожидал. Ну, это еще что. Мы целую неделю мучились с освещением. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добро пожаловать Спасибо, здравствуйте Добро пожаловать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нашли время вернуться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 попробовать крал вернулся с дрессировки до сегодня утром я очень соскучился по нему делом саду да господин я пойду к нему хорошо дорогой может быть вам сделать кофе я хочу но сегодняшнего дня пусть мой кофе будет простым договорились а вы господин нехат мне тоже но сперва переоденемся и вернемся хорошо господин легкая работа спасибо у вас есть какие-то пожелания господин бурак принеси чего-нибудь перекусить например сэндвич и апельсиновый сок хорошо сейчас принесу я буду в саду хорошо и сегодня если переживем что случилось и мэль от ослы нет новостей беспокойтесь хочу поскорее поговорить надеюсь госпожа сельдер разрешит ослы здесь остаться дай бог когда с ней поговорить сначала пусть выпьет кофе а потом господин нехат уйдет и мы с тобой вместе поговорим хорошо крал дружок ты скучал по мне иди сюда иди ай молодец молодец ты скучал иди сюда посмотрим чему ты научился молодец иди иди идите иди пойдем так сидеть жди давай вертись 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 молодец какой молодец иди сюда Айла, молодец. Пойдем, пойдем со мной. Иди. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, давай. Откуда этот лай? Аслы, ты не ушла? Нет, мама. Когда увидела, что они вернулись, сразу же зашла обратно. Ты же сказала, что надо поговорить. Ты еще не разговаривала? Нет, не скоро поговорю. Я не думаю, что они будут против, но все же правильно сделала. Пока я не поговорю, не показывайся им на глазах. Хорошо, ты не волнуйся. Милая моя. У них есть собака? Угу. Это собака их сына. Его привезли с дрессировки. Аслы, у них даже собаки обученные. Познакомилась с их сыном. Он примерно твоих лет. Похож на хорошего парня. Но ты будь аккуратна, а то сплетни пойдут. Не волнуйся, мама. Душа моя. Сестра Эмиль? Иду. Можешь приготовить сэндвич и апельсиновый сок? Вернулись с дороги так много грязной одежды. Я тебе помогу, сестра Элиф. Было бы неплохо. Спасибо. Первая партия цветных готова. Ты отделила белые вещи, Аслы? Отделяю, сестра Элиф. Черные туда, а остальные сюда. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну уж нет. Эта футболка же не в единственном экземпляре. Прошу. Спасибо. Приятного аппетита. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, и ее возьму тоже. Ну уж нет. Такая сумка не только же у нее, правда. Дружок, дружок. Дай пять. Давай. Молодец. Молодец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, лови. Слушаю, дорогая. Любимый, что делаешь? Ничего, дорогая. Дома играю с кралом. А ты? Ничего, я тоже дома. У меня для тебя есть прекрасная новость. Мы переезжаем в Стамбул. Почему? С чего это вдруг? Что значит, с чего? Ты не рад? Да нет, конечно, я рад, но просто удивлен. Отличная новость. Когда переезжаете? Мама начнет искать дом в ближайшие дни. Думаю, скоро переедем. Бурак, будет так хорошо. Сможем столько времени проводить вместе. Да, очень хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дружок хочет погулять. Дорогая, может, позже поговорим? Хорошо, любимый. Увидимся. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отец, как у тебя дела? Отлично. А у тебя? Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я на работу. Если хочешь, то езжай со мной. Папа, я ведь недавно вернулся с Бодрума и так столько работал. Дай отдохнуть. Да, конечно. Это ведь очень тяжело. Ты устал. Целый день под солнцем, свежий воздух. Хочешь соленая морская вода, хочешь бассейн. Это очень утомляет. Я тебя понимаю. Папа, что бы я ни делал, я тебе никак не могу угодить. Я уже не знаю, что делать. Я же говорю, что работал, а ты мне не веришь. Сынок, ты меня удивляешь. Всплываешь, как масло. Говорю тебе одно и слышу тысячи оправданий. Ты отдохни пару дней. У меня очень хорошие планы на тебя. Пока. Гонжа, я не смогла еще выйти. Когда вернулись хозяева, пришлось вернуться домой. Сейчас помогаю в домашних делах. Иди на собеседование сама. Меня не жди. Ну ты что? Я тебя подожду. Но ты постарайся выйти побыстрее. Хорошо? Мы вместе до конца. Ладно, ладно, я постараюсь. Целую. И я целую. Я словно в тюрьме. Даже из дома выйти не могу. Посмотри на себя. Мама? Ну что? Она согласилась. Мне так полегчало. А мне-то как? Как будто груз с плеч сняли. Они такие хорошие люди. Дочка, найти в наше время таких людей – это большая удача. Ты права, мамочка. А мы будем еще внимательнее. Постараемся оправдать доверие. Пусть они не пожалеют, что пустили нас в свой дом. Не волнуйся. Аслы, я знаю. Ты ничего такого не сделаешь. Но постарайся не попадаться им на глаза, хорошо? Хорошо. Я знаю. Даже если человек живет во дворце, он все равно скучает по родному дому. Да. Я чувствую себя как в тюрьме, мама. Я очень скучаю по нашему дому. Дочка, я тебе обещаю. Скоро мы создадим свое гнездо. Хорошо. Немного потерпи. И эти дни пройдут. Чего мы только не пережили, ослы. Немного терпения. Ведь так говорил папа. Все самое лучшее приходит благодаря терпению. Так говорил и никогда не ошибался. Мама, ты только не расстраивайся, хорошо? Не расстроюсь, дочка моя. Ну все, я пошла. А то Гунжа уже так долго меня ждет. Удачи. Дай Аллах, собеседование пройдет хорошо. И Гунжу поцелуй от моего имени. Ладно, поцелуй. Ты такая красивая дочка. Красивая девушка, да? Крал, Крал, стой, стой, Крал. Уф, какая длинная дорога. Мама, не подходи, не подходи. Крал, Крал, Крал. Заберите своего пса. Ослы? Нет уж, это какой-то кошмар. Что ты тут делаешь? Это ты что здесь делаешь? Ты здесь живешь? Нет. Я тоже нет. Пришел проведать одного друга. Уф, ты и так создал мне очень много проблем. Можно было и без собаки обойтись. Только вот не собака, у него есть имя Крал. Ой, прости, дорогой. Извини, я тебя обидела. Ну, когда ты начал бежать за мной, я убежала, чтобы защитить себя. А так я очень люблю собак. Если ты прекратила свои объяснения перед собакой, может, объяснишь, что ты тут делаешь? Я уж, правда, начал пугаться. Во-первых, это не собака, а Крал. Во-вторых, какое тебе дело? Третьих, если подумать обо всем, что случилось из-за тебя, то есть только один человек, которому нужно бояться. Это я. Как ты много болтаешь. Из-за тебя можно остыть ко всем женщинам. Ладно, я передумал, я не спрашиваю. Ну, что ты за вредина. Ненавижу тебя, понял? А я от тебя в восторге. Береги себя до нашей следующей встречи. Будь ты проклят. Слышал меня? Почему так долго? Не спрашивай, Гонжа. Ты не поверишь, что со мной случилось? Что случилось? Я столкнулась с этим тупицей. Который тупица? А еще есть какие-то тупица, Гонжа? Бурак, конечно. Что? Где? Когда? Я вышла из дома, чтобы прийти сюда. Шла к выходу, и вдруг за мной начала бежать собака. И в этой панике я упала. Что? И как ты думаешь, кто хозяин собаки? Ну уж нет. Хотя чего я удивляюсь, ваши столкновения, они легендарны. Да? Пытаешься от него избавиться, а он вот прям под носом у тебя. Ну, у вас всегда так. А, именно. Он что, тоже где-то там живет? Нет, он к другу приехал. Ну и хорошо, тогда не зацикливайся. Где вы еще можете встретиться? Пусть держится от меня подальше. Идем на собеседование. Пока ты не пришла, я поговорила с официантами. Хозяин очень хороший, условия очень хорошие. Дай бог нас возьмут. Ты серьезно? Дай бог. Хорошо, начинайте с завтрашнего дня. Спасибо большое. Здравствуйте, мы пришли по поводу работы. К сожалению, мы только что договорились с теми девушками. Вы серьезно? Ну, ладно. Но вы оставьте свой номер телефона. Если что, позвоним. Хорошо. Упустили работу и за каких-то пяти минут. Опять все из-за этого тупицы. И тебе помешало. Прости, Гонжа. Не глупи. Ну, не судьба. Тем более, я совсем не расстроилась. Посмотри, ни одного красивого парня. Пойдем. Спасибо. До свидания. Спасибо. Давай пойдем заберем деньги со старой работы. Он не звонит. Я не думаю, что получу эти деньги, Гонжа. Почему это? Это твои заслуженные деньги. После всего произошедшего он точно не заплатит. Но твоей вины ведь нет. Заставим отдать, не волнуйся. Дай бог. Здравствуйте, господин директор. Здравствуйте. Чего вам? Зачем пришли? Нам должны были заплатить. Вы сказали, что позвоните, но так и не позвонили. Не должны. Как нет? У меня минимум 20 дней оплаты осталось. И у меня также. Мы никуда не пойдем, пока не получим деньги. Ну, хорошо, как знаете. Вы и страховку не оплатили. Мы на вас пожалуемся. Вот тогда посмотрите. Хорошо, ждите. Мне нужно поговорить с начальником. Хорошо, мы ждем. Вот видишь, как только потребовали, сразу согласился. Отныне будет так. А то пользуются нами. Дорогая, я мщу всем парням из Эрдема. Это так весело. Ты права. До сегодняшнего дня были добрыми, и что? Этого еще мало. Если не заговоришь, то тебя сразу же раздавят. Да, чтобы у них даже такой возможности не было. Здравствуйте. Можно мне клубничный торт? Конечно, господин. Спасибо. Ослы? А, привет. Ты снова начала работать здесь? Нет. Нам должны были выдать деньги, поэтому мы пришли. Понятно. А я, увидев тебя здесь... Ну, ладно. А что с работой? Есть какие-то новости? Я и Гонжа ищем работу. Еще не нашли, но дай бог скоро найдем. А, ослы, с твоего позволения, я хочу помочь тебе. Из-за нас тебя уволили из отеля. Мы теперь в долгу перед тобой. Нет, не утруждайся. На самом деле, будет неплохо. В наше время очень сложно найти хорошую работу. Ты права. Я решу это в короткое время. Отказов не принимаю. Мы будем очень рады. Можно твой номер? Конечно. Позвони, если хочешь, с моего телефона и у себя мой сохраняй. Хорошо. Ну все. Позвоню в скором времени. Хорошо. Спасибо большое. Увидимся? Увидимся. Увидимся. Гонжа, что ты сделала? Опозорила нас. Ну а что такого? Я что, милостыню попросила? Тем более, ты из-за них потеряла работу. Оставь, пусть поможет. Одним выстрелом двух зайцев. И работа, и любовь. Гонжа, не начинай опять. Мне было так неловко перед вулканом. Не глупи и послушай меня. Итак, я поговорил с начальником. Ваши деньги в конверте. Только вы должны подписать расписку о том, что вы получили все свои деньги. Минутку. В смысле? Ну, вдруг вы через три дня снова придете за деньгами. Мы даже заслуженное с трудом выбили. Гонжа, если бы не ты, я бы и пяти копеек бы не забрала. И вулкана заполучила. И номер взяла. Ты права. И о работе поговорили. Он точно найдет нам хорошую работу. Ты думаешь? Хотя да. Он ведь мой номер взял. Он бы ничего такого не предложил, если бы не мог уладить. Правильный парень. Не такой, как его кузен. Да, у них ничего общего. Он и мизинца вулкана не стоит. Как он о нас позаботился? Деньги забрали. Новую работу нашли. Вулкана номер получили. Думаю, теперь с тебя обед. Все, что хочешь, душа моя. Алло. Ослы, это я, Эрдем. Простите, что беспокою. Просто Гонжа не отвечает на мои звонки. Интересно, почему? Вы правы, конечно, но ошибаетесь. Гонжа меня не слушает. Хотя бы вы, вы слушаете. Ладно, слушаю. И в чем мы ошибаемся? Сначала расспрошу ее. Узнаю, почему они расстались. Да. Так прямо и не спросишь. Но мы-то знаем, почему. Но... Надеюсь, она тоже хочет помириться. Если так, то наша задача упроститься. Ослы, это ты? Я... Слушаю, это я. Я Эда, сестра Валкана. Привет, Эда. Как ты? Хорошо, Ослы. А ты как? Мы так и не поговорили. Ты рано уехала. Да, так получилось. Если это не личное, то я хочу спросить у тебя кое-что. Спрашивай, конечно. А почему вы расстались с братом? Я очень расстроилась. Поделикатнее. Зачем так прямо? Ну, будет лучше, если на этот вопрос ответит твой брат. Из-за Денис, да? Я ведь знаю. Но поверь, брат не имеет никакого отношения к Денис. Проблема не только в этом. Ну, ладно. Может быть, поговорите и помиритесь? Я не буду больше вмешиваться. Но это ведь не препятствие для вашей встречи. Ты мне очень понравилась. Я хочу увидеться с тобой. И ты мне очень понравилась. Конечно, можем встретиться. Ну и хорошо. А что ты делаешь вечером? Нет никаких планов. Супер, тогда увидимся. Я знаю одно отличное место. Давай там встретимся. Хорошо. Если хочешь, могу заехать за тобой. Нет, не нужно. Отправь мне адрес, и я приеду. Как хочешь. Отправлю адрес сообщением. Хорошо? Ладно. До встречи. Готово! Я подготовлю им такой незабываемый вечер, что они снова влюбятся друг в друга. Ты нечто! Кузен, как дела? Что делаешь? Хорошо. Выхожу с фирмы, а ты? Я дома. Мне скучно. Привык, конечно, к развлечениям в бодруме. Приходи, а? Я устал. Ну, все равно приходи. Ничего с тобой не случится. Не ищи отговорок. Какие отговорки? Я не лежу с утра до вечера, как ты. Я устал. Кузен, не тяни. Поиграем в PlayStation. Ну, и барыша захвати с собой по пути. От этого я не могу отказаться. Увидимся дома. Ослы? Брат Халиль. Садись. Не иди пешком. Ладно, хорошо. Пока. Как ты, Ослы? Хорошо, брат Халиль. А ты? Я тоже. Нужно было прикупить пару вещей в магазине. Их и купил. А я ходила на собеседование. Да? И как прошло? Не очень хорошо. Да уж. Ослы, если тебе нужна работа, могу поговорить с господином Нехатом. Может, в фирме есть вакансии? Не стоит. С самого первого дня просить и дом, и работу некрасиво. Чего некрасиво? Когда ты их узнаешь, они тебе понравятся. Они понимающие, хорошие люди. Я и так жду вестей от одного места. Если не получится, я дам тебе знать, брат Халиль. Ладно, как знаешь. Брат Халиль, ты знаешь этот адрес? Дай посмотрю. Да, знаю, знаю. Но без машины не сможешь туда добраться, Ослы. Да? А что, тебе нужно туда? Да, мы должны были встретиться с подругой, но раз уж так, то отменю встречу. Подожди, подожди. Я вечером поеду в тот район. Если хочешь, подброшу тебя туда. Правда? Будет очень здорово. Конечно, я еще не спрашивала у мамы, если она разрешит. Хорошо, ты спроси. Если разрешит, я с радостью тебя отвезу, Ослы. Хорошо, брат Халиль. Спасибо. Спасибо. Брат Халиль, я помогу тебе. Хорошо, спасибо. Пошли. Значит, если в это время пить молоко, то он способствует обмену веществ? Не знала об этом? Да. Да, поэтому при диете йогурт и молоко очень полезны. Поставьте пакеты. Это твоя дочь? Да, моя дочь Ослы. Какая у тебя красивая дочь. Мне очень приятно, Ослы. И мне, госпожа. Ты учишься? Нет. В прошлом году она получила высший балл по искусству, но не проучилась. Но в этом году обязательно будет, обязательно будет учиться. Значит, ты талантлива? Знаешь, я очень люблю рисовать. Молодость и мечтала стать художницей. Открывать свои выставки. Но мой отец был против и не захотел. Какая еще художница? И все такое. Поэтому я училась на факультете по связям с общественностью. Но во мне осталась эта мечта. Я прям переместилась в те дни. Вы еще молоды. Возможно, вы еще осуществите свою мечту быть художницей. Не знаю, получится ли. Возможно, кто знает. Но у нас дома нет таких творческих людей. Например, наш сын. Он совсем не похож на меня. Бездарный такой. Копия отца. Дорогая, дай бог у тебя все получится. Дай бог. Госпожа Сильда, еще раз спасибо. Пожалуйста. Ну все, удачи. Какая милая женщина, а? Да. Мама, я хотела попросить разрешения, чтобы вечером встретиться с подругой. Что за подруга? Это девушка. Вечером вместе поужинаем. Брат Халиль подвезет меня. А Эда привезет обратно. Можно? Эда? Откуда она? Я с ней знакома? Из Бодрума. Она дочка хозяев отеля, в котором мы работали. Дочка хозяев? Ослы? Мне как-то не по себе от того, что богатые дети с тобой дружат. Да нет. Эда не такая избалованная, глупая, богатая девочка. Она такая милая и простая. Ай, значит, хорошо воспитали. Ну, раз уж так. Почему тебя уволили? Твоя подруга не могла за тебя заступиться? Тот проблемный парень не ее брат, а кузен. Это он меня бесит. Ослы, я совсем запуталась. Мамочка, не напрягай свою светлую голову. Ты же разрешила? В последнее время слишком часто просишь прощения. Ты с кем-то встречаешься и не говоришь мне? Еще чего. Разве я могу лгать тебе по этому поводу, а? Какой ужас, будто ты меня не знаешь. Ну да ладно, если тебе не по себе, не проблема, я не пойду. Ладно, разрешу, можешь идти. Но ведь тебя привезут обратно домой? Да, довезет. Не волнуйся. Не оставайся допоздна, ладно? Мама, не волнуйся. Из-за тебя сейчас еда пригорит. Добрый день. Привет. Ну что, дружище, готов разнести Бурака в пух и прах? Всегда готов. Он не устал проигрывать. Поэтому и упрямится. Ты ведь знаешь, Бурак не привык проигрывать. Человек не может всегда побеждать. Как он, похож на вулкана? Мне уже мерещится. Джентльмены, добро пожаловать. Привет. Привет. Как дела? Уставшие, брат. Мы не отдыхали целый день дома, как ты. Мы работали. Ой, не начинай говорить, как волка. Молодцы, что работаете, но сидеть дома куда хуже. Я чуть со скобки не умер. Ну ладно, не жалуйтесь. Идем играть. Включай, включай. Много болтаешь. Давай, поехали. Желаете что-нибудь, господин Бурак? Вы голодные? Я не голоден. Но можно чего-то сладкого, мороженое. Я буду то же самое. И мне. Хорошо, господин Бурак. Мне очень захотелось сладкого. Нужна энергия. Ты хоть десять килограмм сладкого съешь, но твоя энергия тебе не поможет. Посмотрим. Голос Эрдема был очень печальным. А если он говорит правду? Если эта девушка действительно его бывшая? О, фаслы, не путай меня. Для меня эти отношения закончились. Это я-то путаю? Я же тебе говорю. Его голос был очень грустным. Он как будто плакал. Он едет в Стамбул. Говорит, что хочет хотя бы поговорить пять минут и больше ничего. Да ну. Он что, серьезно едет ради меня в Стамбул? Может, он и правда не лжет. Раз он едет сюда объясниться, значит, говорит правду. Я тоже так думаю. По-моему, этот парень говорит правду. А ты что сказала? Когда он приедет в Стамбул? Не злись, но я дала ему твой адрес. Он вечером приедет к тебе. Что? Да ну. Вечером? Уже и так вечер. Когда я успею приготовиться? Гонжа, я тебя не понимаю. Ты сама недавно говорила, что все кончено. А сейчас когда успею приготовиться? В смысле? Я буду готовиться, чтобы он увидел, что потерял. Гонжа, ты нечто. Ладно, я отключаюсь. Мне нужно с Эдой встречать. С Эдой? На две минуты с тобой попрощались, и столько всего произошло. Давай рассказывай. Сестра Эмиль. Господин Бурак и его друзья хотят сладкого, но... Есть клубничный торт. Ослы готовила. Еще и мороженое есть. Хорошо. Тогда я подам им его. Потом, если захотят еще чего-нибудь, то приготовим что-нибудь. Хорошо. Вытащи мороженое. Мам, я потихоньку поеду. Хорошо, не задерживайся, не заставляй меня волноваться. Понятно, не волнуйся. Телефон рядом. Хорошо. Ослы, ты готова? Готова. Вас не затруднит, господин Халиль? Ну что вы, это не трудно. Пойдем. Не задерживайся. Пока, мам. Добро пожаловать, господин Нехад. Спасибо. Это Ослы, дочь госпожи Эмиль. Господин Нехад, наш начальник. Очень приятно, господин. И мне. Пойдем, пойдем. Машина уже в гараже. Я уверен, этот торт купили в пекарне рядом с офисом. Не знаю, возможно. Я его везде узнаю. Реально очень вкусно. Слушайте, хватит болтать, заканчивайте тайм. Что будет, если закончим? В течение двух минут забьем пять раз, и ты пропустишь свою очередь. Если бы пять. В этот раз я забью десять. Ну, посмотрим еще. Что по делу, человек не может быть идеальным во всем. И это будет моим недостатком. Конечно, конечно. Бурак, ответь на звонок. Слушаю, Эда. Бурак, это ты? Мой брат рядом? Здесь, дорогая. А что такое? Это важно. Можешь ему трубку передать? Это важно. Что такое, Эда? Брат, у меня бензин закончился. Застряла тут. Где ты? После ресторанов, в которые мы недавно ходили. Как мог закончиться бензин, Эда? И там некому тебе помочь? Брат, я и так измучена. Пожалуйста, забери меня. Хорошо, душа моя. Я еду. Вот так-то. Не могу поверить. Ты супер. Какое это актерство. Я даже поверила. Классно придумала, да? А теперь нужно организовать сам ужин. Пойдем. Нашла время. Ладно, ты сиди, а я съезжу за ней. Он понял, что не дождется очереди. Именно так. Возьми мою машину. Свою я припарковал сзади твоей. Не сможешь выехать. Хорошо. Спасибо. Не смог спастись от проигрыша. Не болтай, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое, брат Халиль. Не хотела тебя утруждать. Пожалуйста, ослы. За тобой приехать? Нет, спасибо. Не нужно. Как знаешь. Как я и сказала. Ослы пришла. Теперь ждем брата. Это так волнительно. Ослы будет в шоке. Точно, точно. Ей все понравится. Здравствуйте. У вас забронирован стол? Эда... Эда Мазароглу? Да. Прошу, сюда. Спасибо. Прошу, присаживайтесь. Прошу, присаживайтесь. Ах, все готово. Брат приехал. Теперь можно убегать. Да уж, миссия успешно выполнена. Уж... Её. Её. Точно. Её. 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 Что ты тут делаешь? Это ты что тут делаешь? Мы тут собирались встретиться с Эдой. А ты зачем приехал? Я приехал забрать Эду. В смысле? Зачем забирать Эду? Мы с ней хотели поужинать. Так, минутку, минутку. Я ничего не понимаю. Эда позвонила вулкану и сказала, что у нее закончился бензин. Вот я и приехал за ней. Ты приехал вместо вулкана? Ну да. Теперь все понятно. Она хотела нас с вулканом свести. Помирить нас. Понимаешь? Ты посмотри на Эду. Ничего себе. Ты даже в такой ситуации умудряешься улыбаться. Ну, по-моему, мы в смешном положении. Что мне делать? Плакать, что ли? А мне это не кажется смешным. Меня обманули. Спасибо. А почему ты пришла на встречу с Эдой? Потому что она сильно настаивала. Если бы я знала про ее план, не пришла бы. Уже не важно. Я сильно голоден. Давай хоть поедим. Давай. Ты ведь не думаешь, что я буду ужинать с тобой наедине? Ты меня не совсем правильно поняла. Маленькая госпожа, я тебе не предлагаю встречаться. Маленькая госпожа, ты не можешь быть уверена. Кстати, она, похоже, хочет, чтобы вы помирились с вулканом. Смотри, сколько всего ради тебя сделала. Как романтично здесь. А-а. Да? Я никакой романтики не вижу из-за того, что ты тут. Какой ужас. Какая же ты странная все-таки, а? Лучше быть странной, чем придурком. Хорошо, молчу. Твое вранье и тут от меня не отстает. Значит, получилось очень правдоподобно. С кем я разговариваю? Гордишься тем, что натворил? Хотя, когда так часто лжешь, то, видимо, привыкаешь к этому. Я был вынужден. Я не мог противоречить папе с мамой. Ты прав. Во что бы то ни стало, быть честным могут только смелые люди. То есть, это не о тебе. То есть, ты хочешь сказать, что я трус? Конечно. Свою девушку боишься, папу боишься. Но совсем не боишься людей, которых обманываешь и обижаешь. Ну, с этой точки я не подумал. Ты продолжаешь издеваться. Разве в человеке не может быть хоть капли мудрости? Я слежу за тобой с удивлением. Я люблю удивлять людей. Нет, я больше это терпеть не могу. Ну и ну. Только этого не хватало. Хватит с меня. Я пошла. Приятного тебе аппетита. Слушай, если хочешь, я подвезу. Не нужно. Я сама справлюсь. Как знаешь, как знаешь. Оставляет меня одну посреди ночи. Козёл, козёл. Можно вызвать такси? К сожалению, такси не осталось. Вам придётся долго ждать. Но если пройдёте до остановки, то найдёте. Хорошо, спасибо. Последний раз тебя спрашиваю. Подвезти? Нет. В жизни не видел такой упрямой девушки. Что ж такое? Красотуля, давай я тебя подвезу. Красотка! Я тебе говорю, ты заблудилась? Проваливай отсюда, если не хочешь проблем. Ослы, садись уже. Как говорят, тонущей хватается даже за соломинку. Почему ты так сильно меня ненавидишь? Почему ты так сильно возвышаешь себя, думая, что я хоть что-то к тебе чувствую? Ладно, ладно, я не буду спорить. Буду знать своё место. Вот и правильно. Молодец. Брат звонит. Надеюсь, они помирились. По-моему, так и есть. Слушаю, брат. Это? Бурак приехал? Что? Бурак? Да, выехал тебя забрать. Брат? А почему Бурак едет за мной? А какая разница? Большая разница. Почему Бурак едет за мной? Это, не глупи, мы у них в доме. Он сказал, что поедет. Хорошо, брат, хорошо. Я сама вернусь, понятно? Боже, что на неё нашло? Что там? Он забрал это? Я не понял, сказал, что едет домой. Ты только подумай, Джонсу. Мы ведь столько готовились. Не могу поверить. Это какая-то шутка. Что мы будем делать теперь? Ничего не поделать. Аслэ тоже, наверное, в шоке, увидев Бурака. Твой брат точно сильно разозлится, Эда. Точно. Но если бы приехал он, и они помирились, то я была бы лучшей сестрой. Это и было целью. Ой, проклятие. Я так понимаю, вы с Эдой не встретились. Кажется, ты не в курсе, да? Ты о чём? Эда запланировала всё, чтобы помирить вас с ослой. Что? Именно так. Сейчас я, к сожалению, с ослой. Минутку, минутку. Я запутался. Давай заново. Эда, чтобы помирить нас с ослы, говорит, что у неё закончился бензин. Чтобы я поехал туда. То есть, её цель оставить нас наедине, да? Именно так. Но, к сожалению, вместо тебя приехал я. Да, к сожалению. Брат, не обижайся. Прошу прощения у тебя за Эду. Да не проблема, брат. Но ты не дави на Эду. Я уверен, что она и так себя ужасно чувствует, что её план не удался. Но это вовсе неправильно. Она должна знать, что нельзя лезть в мою личную жизнь. Передай мои извинения, ослы. Я передам. Короче, тебя ждать? Нет, не нужно. Поезжай на моей машине. Хорошо. Увидимся. Ах, да. Ты посмотри на Эду. Схемы и всё такое. Но на этот раз уж слишком. Дружище, я думаю, что не стоит злиться. Она это делает, чтобы ты был счастлив. Это явно. Ладно. Пойдём попрощаемся с дядей и тётей. Давай. Жизнь моя. Госпожа Эмиль действительно очень вкусно готовит. Великолепно, да? Она превосходно готовит. Добрый вечер, молодёжь. Почему вы не поужинали с нами? Прости, дядя, мы заигрались. Может, перекусите чего-нибудь? Вы не проголодались? Нет, спасибо. Я тоже сыт. Наелся торта. Он ведь очень вкусный, да? Его приготовила дочь нашего повара. Да? А я подумал, что это из пекарни, которая рядом с офисом. Да, будто как магазинные торты. Приятного вам аппетита. Мы тогда пойдём. Кстати, а где Бурак? У Эды закончился бензин, а Бурак поехал её выручать вместо меня. Хоть какая-то от него польза. Доброго вечера. Доброго вечера. До свидания. Доброго вечера. Кто такая Бошар? Неважно, дорогая. Почему тогда не отвечаешь, дорогой? Ради бога. Разве в это время можно говорить о работе? Пусть завтра позвонит. Давай. Давай остановимся. Им нужна помощь. Не глупи. Нельзя останавливаться. А если с нами что-то случится? Ну, ты и трус. Трус? Мы не знаем. Воры они, грабители, убийцы. Я не могу так рисковать. Если тебе понадобится когда-нибудь помощь, и тебе никто не поможет, вспомнишь этот момент. Я никогда не попаду в такое положение. Хотя, если подумаешь, что со мной такая невезучая, как ты, ты можешь быть права. Сам ты невезучий. Машина сломалась. Жена в машине. Она беременна. Помогите, пожалуйста. Моя жена почти рожает. Мы вызвали скорую, но она родит раньше, чем приедет. У вас уже схватки? Идут, идут. Хорошо, будьте спокойны. Что я несу, дышите глубже. Я и так это делаю. Продолжайте в том же духе. Пожалуйста, поедем в больницу. Хорошо, хорошо, давай, давай. Давай. Осторожнее, давай. Осторожно. Ослы, посмотри, где ближайшая больница. Посмотри, пожалуйста. Давай, потерпи чуть-чуть. Совсем чуть-чуть осталось. Потерпи, дорогая. Не могу. Не смей. Дыши глубже. Дыши, дыши. Глубже. Давай. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Давай. Осталось немного. Потерпи, дорогая. Все будет хорошо. Потерпи. Дыши, дыши. Все хорошо. Все, все, все хорошо. Дыши. Нашла, нашла. Поехали, я покажу дорогу. Давай, давай, давай. Хорошо, хорошо. Потерпи, дорогая. Хорошо, хорошо. Едем, едем. ослы давай хорошо на следующем повороте поверни потерпите еще немного совсем чуть-чуть они идут она говорит что они идут дыши 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 дышите потерпи дорогая осталось немного у я так волнуюсь будто моя жена рожает это очень трудно дай бог терпения тебе брат дай бог терпения это очень трудно но прекрасно чувство ребят дай бог и вам пережить такое дай бог то есть в будущем и по отдельности успокойся все все правильно поняли ваша дочь и ваш сын здоровы женой тоже все в порядке слава богу спасибо большое я так рад они такие милые они такие милые пусть будут счастливые и здоровые дай бог у них будет долгая и счастливая жизнь аминь спасибо большое а как вас зовут осла бурак если вы позволите мы хотим назвать детей вашу честь мы будем очень счастливы мы пойдем поздравляем вас еще раз спасибо большое если бы вы не остановились то мы наверное не смогли бы увидеть этих детей не думайте об этом дети живы и здоровы а это самое главное благодаря вам до свидания до встречи ты знаешь хорошо что я тебя послушался и остановился действительно у нас впервые хороший день да правда давай я тебя отвезу слушаю чагла да все хорошо душа моя у меня были дела сейчас еду домой хорошо хорошо пока тут есть такси я на нем поеду я бы тебя подвез но действительно не нужно но правда доброго вечера что мы вас встретили вовремя а иначе могло быть всякое видимо так добрый вечер добро пожаловать сын пойдем смотреть кино я спать хочу я пошла куда же ты фильм не досмотрели она не хочет спать папа она в курсе что совершил ошибку поэтому хочет убежать брат прости я не хотела чтобы так получилось что происходит это вулкан не лезь мою личную жизнь это вовсе неправильно я и так знаю что все испортил обещаю такого больше не повторится чтобы больше не повторялось хорошо обещаю садись посмотри с нами фильм ребята что происходит расскажите мне папа закроем тему смотри фильм а а а а а а а ну Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Пришла мама. Дочь моя, как все прошло. Все хорошо. Слава Богу, иди спать. Хорошо. Давай, давай. Доброй ночи. Спокойной ночи. Слава Богу, иди спать. Слава Богу, иди спать. Слава Богу, иди спать. Слава Богу, иди спать. Есть хочется. Так же и не поела сегодня. Слава Богу, иди спать. 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 Подруга, все прошло просто замечательно. Мы помирились. Правда, если бы не попались на глаза брату, все было бы лучше. Завтра подробно расскажу, целую. Сумасшедшая. Слава Богу, иди спать. Слава Богу, иди спать. Ммм... Слона бы съела. Ну, это того стоило Был такой прекрасный вечер Надо немедленно отсюда уходить Субтитры сделал DimaTorzok Вот так удача Может пригодится Я забыла телефон ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-о, что он тут делает? Я уверена, что оставляла его на столе Ну, ладно Фух Еще бы чуть-чуть я бы попался Чуть не влип ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но нет, она не может быть воровкой Кишкатанка Если бы она была как-то Связана с Шокран Мы бы уже давно с ней познакомились Тут точно замешана новая повариха Может, она ее дочь или новая служанка? Да, словно шутка какая-то ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама? Проснулась Доченька моя Доброе утро Доброе утро, мамочка Поспи еще немного, еще очень рано Не могу, мне нужно вставать Мы с Ганжой сегодня продолжаем искать работу Тебе не нужно так себя утруждать Смотри, у нас и крыша над головой ведь есть Нет, мама, ты же знаешь, мне надо работать Если я буду сидеть дома, я просто сойду с ума Знаю, дочка Надеюсь, в ближайшее время ты найдешь подходящую работу Дай бог Я пойду на кухню готовить завтрак Ты тоже вставай Пойдем позавтракаем Хорошо Сделать тебе омлет сыром Сделай Давай, вставай и приходи Хорошо, мамочка, уже иду Доброе утро, Шукран Доброе утро, Эмель Что сегодня готовим на завтрак? Ничего конкретного они не хотели Хорошо, тогда я сделаю омлет для ослы А потом продолжу готовить завтрак, хорошо? Хорошо А что с обедом, господин Анихата? Я приготовила его вчера, он в холодильнике Потом положим в контейнер Хорошо А я тогда пока накрою на стол Элиф пришла? Элиф позвонила, предупредила, что опоздает У нее приболел ребенок Ну и ну Изухаль сегодня взяла выходной Нашли время Ослы, поможет тебе, не так ли, дочка? Доброе утро, тетя Шукран Доброе утро Я помогу, что сделать? Ослы, возьми, пожалуйста, эти тарелки и накрой на стол в саду Хорошо Доченька Возьми вот эту скатерть, накрой красивый стол Хорошо? Хорошо, мамочка Красавица моя Как хорошо, когда есть дочери, не так ли, Эмель? Это точно, Шукран Опять чуть не попался Ну, подожди, я тебя с ума свела, увидишь Что произошло? Ага И хлеба нет Но я уверена, что я клала его в корзинку Что происходит? Вчера телефон, сегодня это В этом доме есть какая-то нечистая сила Надеюсь, это не привидение? Я уже начинаю бояться Я побежала отсюда Кажется, она испугалась Тетя Шукран, я могу взять хлеб? Ты же отнесла его Отнесла, да Конечно Но его нет в корзинке Ну и дела Я тоже не поняла, что произошло Я и стол красиво накрыла, но все было разбросано Тетя Шукран В доме кто-то есть? Ослы, ну, конечно же, есть Посмотри, сколько людей в этом доме Я говорю не про это Я имею в виду привидение Нет, дочка Разве такое возможно? Еще чего, ослы? Не знаю Я не понимаю, что тут творится Наверное, это собака безобразничает Ну вот, видишь, дочка Наверняка собака съела твой хлеб Ну, конечно Тогда я пойду посмотрю еще раз Вот так? И ветчина пропала Тетя Шукран была права Это точно собака И к тому же Очень невоспитанная собака Но я тебя найду Где же ты, а? Осло? Я сама продолжу накрывать на стол Спасибо Твоя мама тебя зовет Твой омлет уже готов? Хорошо Сестра Элиф Будьте осторожны Кажется, они выпустили свою собаку Она съела всю еду на столе Странно Мне казалось, я только что видела ее в будке Ладно, не переживай Легкой работы Доброе утро, господин Бурак Доброе утро У вас есть какие-то пожелания по поводу завтрака? Нет Только я буду завтракать у себя в комнате Накройте там стол, пожалуйста Хорошо, господин Бурак А я хочу кое-что спросить Конечно, слушаю вас У нас в доме работает кто-то новенький из персонала Вы говорите про госпожу Эмель? Нет, помимо нее Нет Мне показалось, я видел молодую девушку Она наш гость А, вы, наверное, говорите про осла Это дочка госпожи Эмель Они остаются в гостевом домике А, сейчас я понял Ладно, я пойду в свою комнату Конечно, господин Бурак Я сейчас же принесу завтрак Вот так случай Я живу с ослы в одном доме Это какая-то шутка Доброе утро, любимая Доброе утро Где ты, милая? Что делаешь? Мы с Чеглой едем в аэропорт С Чеглой? Я хотел тебя встретить лично Но ты не разрешишь Если ты с Чеглой Позволь, хотя бы отправлю машину Нет, не нужно Я позвоню тебе, как приеду Хорошо, любимая Счастливого пути тебе Спасибо, дорогой Целую Доброе утро, дети Доброе утро, папочка Сегодня ты такой привлекательный Правда, ты всегда такой Ты у меня тоже очень красивая принцесса Что случилось? Почему рано встала? Сегодня с Джонсу мы едем за покупками Хочу купить ко дню рождения что-нибудь Хорошо, от меня что-нибудь нужно? Нет, папочка Я только хотела спросить Может, мы отметим день рождения у барыша в кафе? То есть, я хотела сказать у брата барыша Звучит здорово Хочешь, чтобы я поговорил с ним? Нет, не нужно Все равно мы с Джонсу сегодня заглянем туда Хорошо Кажется, у Бурака сегодня нет намерения встать пораньше Ну, пусть ребенок немного отдохнет Ха, Сильда Ты такая смешная Бураку уже столько лет А ты все еще зовешь его мальчиком Пусть хоть разочек займется чем-нибудь полезным Возьмет на себя немного ответственности Где же эти дни? Нет, ну Ну, ладно Пусть отдохнет пару дней Потом у меня на него есть планы Например? Какие планы? Ну уж нет Я тебе сейчас расскажу А ты потом весь день будешь клевать мне мозги И заставишь отказаться от своих планов Я воздержусь Ну, я не заставила тебя отказаться от решения по поводу Америки Разве это плохо? Хоть немного поработал в отеле Правда, только Аллах знает, сколько он там работал По-моему, он просто путался у вулкана под ногами Ты уже решила, что хочешь получить на день рождения? Вообще-то, ничего особенного я не хочу Эда? Ты что, заболела? Что значит, ты ничего не хочешь? Ну, братик Правда, сейчас мне тоже кажется это странным Я что-нибудь придумаю Да, дочка, подумай У тебя обязательно найдется то, что ты захочешь Хорошо, папочка Но если ты мне уже что-нибудь приготовил То подари это Подари все, что ты захочешь Ни о чем не беспокойся Вот это моя сестра А что ты хочешь от меня? От тебя мне достаточно того, что ты простил мне выходку с ослы Ослы кто это? Что это значит? Да так Ничего Ты вечно твердишь Бураку одно и то же Это обижает его Психологи утверждают, что нельзя ребенка ни с кем сравнивать или давить на него Это может сказаться на его самооценке Сельда, ты очень смешная Я Бураку чего только уже не наговорил Ты хоть раз заметила, что его что-то задело? Может быть, если его хоть раз что-то заденет, он возьмет себя в руки, как мужчина? Не так ли? У Валкана же нет никаких недостатков Хотя Валкан по сравнению с Бураком, ну в общем Я думаю, что ненормально быть настолько идеальным Например, меня такие люди пугают Ладно, вам приятного аппетита, а я пошел Подожди, я иду с тобой Хорошо, увидимся А слэта та девушка, про которую ты говорила? Да Мне нужно позвонить ослы Ну что я ей скажу? Она наверняка очень зла на меня Я опозорилась перед ней Я лучше напишу ей сообщение Оф, брат, во что ты меня втянул? Мне нужно написать ей что-то приятное Мне очень жаль Прости за вчерашнее Нет Так не пойдет Мне нужно что-то более эмоциональное Что придумать? Я совсем не умею извиняться Мамочка, все было так вкусно Приятного аппетита, доченька Пусть Аллах принесет тебе удачи Дай бог Сестра Эмиль, завтрак для господина Бурака готов? Готов, милая Да, госпожа Сельда Конечно, я сейчас же скажу, чтоб вам его принесли Я забыла свою сумку Подожди, доченька Элиф Ты сейчас срочно отнеси это госпоже Сельде А ослы отнесет завтрак для господина Бурака Хорошо Держи, доченька Такими темпами я точно сведу ее с ума Она и так уже безумела Я принесла завтрак Там кто-нибудь есть? Входи Оставь на столе Хорошо На этот раз тоже пронесла Она же не поняла, что это я, наверное Какие эти богачи странные Как он не задохнулся под одеялом На улице же такая жара Бурак еще не проснулся? Проснулся, госпожа Сельда Почему тогда он не пришел к нам на завтрак? Он захотел сегодня позавтракать у себя Ой, он не заболел ли? Я пойду посмотрю Сиди, жизнь моя Сиди, не волнуйся Он не заболел Я же сейчас пойду на работу Вот он и не выходит, чтобы я не забрал его с собой Нихат, ну ты и зациклился на ребенке Этот контейнер не будем оставлять на столе Элиф, отнеси это шоферу господина Нихата Пусть он отвезет это в офис Это диетическая еда Опять диета? Сельда Мне не нужна никакая диета Но твой уровень холестерина говорит об обратном Но доктор сказал, что ничего страшного нет Жизнь моя А доктор сказал, что ничего страшного не случится, если быть немного осторожнее Знаешь, я много лет назад понял, что спорить с тобой бесполезно Но позабыл Ну сейчас вспомнил, дорогой Ты не возьмешь трубку? Со вчерашнего дня звонить тебе может что-то срочное Нет, дорогая, я позвоню по дороге в офис Башар, это женщина или мужчина? Сельда, ты когда-нибудь встречала женщин по имени Башар? Конечно же мужчина Хорошо, значит ты от меня ничего не скрываешь? Сельда, что я скрою от тебя? Хорошо Дорогая, вчера вечером у тебя чего только не произошло Я так рада, что вы помирились, но конечно жаль, что брат вас увидел И не говори Рассказывай, как это произошло Это долгая история Я должна рассказать тебе ее лично Лучше ты расскажи, как прошла ваша встреча с Эдой На самом деле новость бомба Как это? Моя история немного длиннее, чем твоя Тогда нам нужно срочно встретиться Когда ты выйдешь из дома? Я уже вышла, где мы встретимся? Хорошо Иду туда Да что же это такое? Я сижу в своей комнате, словно в тюрьме Интересно, она еще дома? Кажется, все ушли Господин Бурак Простите, я вас напугала Вы меня искали? Нет, я искал, чтобы перекусить Но я отправила завтрак к вам в комнату Да, я уже все съел, здоровье вашим рукам Но я снова проголодался Что вам приготовить? Омлет с сыром Можно? Ах, я готовила такой для своей дочери ослы Она тоже очень любит Правда? У вас есть дочь? Вы разве еще не познакомились с ослой? Нет, не познакомился А где она, здесь? Нет, она недавно ушла А когда вернется? Ну, в смысле, я бы познакомился с ней, когда она вернется Ладно, я пойду в сад Омлет принесите туда, пожалуйста Хорошо, немедленно отправлю Мама, доброе утро Доброе утро, сынок Сынок, ты почему не приходишь на совместные завтраки? Неужели ты не знаешь, что для твоего отца это очень важно? Очень важно Мама, ну хватит, я же здесь Что он опять хотел? Он просто хочет, чтобы ты работал, и все Немного интересуйся делами Этого достаточно Когда весь бизнес перейдет к тебе, у тебя будет много трудностей Возьми пример с Волкана Он постоянно с отцом, помогает ему во всем А твоему отцу завидно Поставь себя на его место Хорошо, мама, ну не начинай с самого утра Я загляну сегодня в офис, обещаю Ты что, не завтракал сегодня? Да я что-то снова проголодался Что это? Госпожа Сельда, это отправила для вас госпожа Эмиль Ай, эта женщина просто душка Откуда она узнала, что я уже проголодалась? Передай ей большое спасибо, хорошо? Приятного аппетита Спасибо Дорогой мой, я сегодня хочу заехать на фирму к отцу Давай ты собирайся, и тоже поедешь со мной То есть я по-любому сегодня поеду в офис, понятно? Дорогой, я возьму у тебя одну оливку? Да, конечно В ней же немного калорий Сколько раз я писала это сообщение Но в этот раз Кажется, все получилось Сначала извиняюсь за все произошедшее вчера Мой поступок может показаться тебе детским Но я очень хотела помирить тебя со своим братом Я знаю, что все испортила Я надеюсь, ты на меня здесь сердишься Мы все еще друзья Я верю, что ты ничего не хотела плохого Конечно, мы друзья Я ей просто так полюбила эту девочку Она меня понимает Значит, я спокойно могу позвонить тебе тогда, когда захочу встретиться? Только больше никаких сюрпризов Конечно, мы можем увидеться Она права Но это не значит, что я не могу придумать план, как помирить ее с братом Больше такого не повторится, обещаю Надеюсь, Эда Я же не заставила тебя долго ждать Нет, я тоже недавно пришла Давай, рассказывай Ты первая Нет, ты первая рассказывай Потому что все новостные бомбы у тебя Хорошо Папа? Слушаю тебя, сын Есть одна тема, о которой я хочу с тобой поговорить Ты не против? Конечно Что за тема? У меня есть двое друзей Которым сейчас очень нужна работа А, это то, о чем мы не смогли поговорить вчера Хорошо Какую работу они ищут? Какой у них опыт? Скажу так Они очень умные и успешные девушки Девушки Папа, я не об этом говорю Все не так, как ты думаешь Это просто две девушки Которым очень нужна работа И мой долг помочь им в этом Понял Чем они занимались? Расскажи поподробнее Они работали официантками Может быть, для них Есть работа в одном из отелей в Стамбуле? Не в отеле, конечно Но я думаю Мы можем устроить их в кафе нашего спортклуба Мне кажется, это больше им подходит Это было бы здорово Хорошо Тогда ты позвони управляющему Исходя из этого, им наверняка подберут вакансии Хорошо, папа Спасибо Увидимся Вулкан Послушай, я бы тоже хотел с тобой поговорить Что такое? Может быть, поговорим об этом за обедом? Мы давно не обедали, как отец с сыном Как думаешь? Конечно Тогда сделаем так Поедем в клуб Там пообедаем А заодно поговорим с управляющим по поводу работы для твоих детей Очень хорошая идея Поехали тогда Девочка моя, ты была права, когда говорила, что все новостные бомбы у тебя И не говори У меня в жизни такого никогда не было В конце концов Ну, со сколькими людьми еще может такое произойти? Ну, конечно У скольких людей есть такая беда, как у меня? Ну, очень милая беда Милая? Кто милый? Бурак? Ну да Он красивый Высокий Атлетичный парень Верблюд тоже красивый, Гонжа Рост тут не самое главное Ты не преувеличивай Что плохого он тебе сделал? Ну да Ну, подумаешь Несколько раз уволили из-за него Чуть не утонула в бассейне И застряла на лодке Не забудь про аварию И там еще пчелы были Пчелы! И в конце концов его собака напала на меня Что я только не пережила из-за него Да Много чего пережила Но это кажется плохим только на словах Признайся, что жизнь стала интересней Гонжа, у меня и так Непростая жизнь Я уже не хочу никаких потрясений И, кстати, ты начала говорить Что Бурак милый парень и все такое Что происходит? Нет, не пойми неправильно Просто в последнее время Ты очень много времени проводишь с Бураком Поэтому мне стало интересно Может он тебя впечатлил? Впечатлил меня? Ну, ты сама знаешь, о чем я говорю Ты же понимаешь Тебе так показалось? Да, точно Ты ошиблась, дорогая И, кстати, ты вчера тоже переживал Очень впечатляющий вечер Точнее, Эрдем переживал Интересно Насколько сильно он испугался Когда увидел твоего брата? Знаешь, я совсем не удивлюсь Если он не позвонит Кто? Эрдем не позвонит? Девочка моя Он по уши в тебя влюблен Конечно позвонит Ты так думаешь? Ну, конечно Я очень рада, что вы помирились Хорошо, что я дала ему твой адрес И воссоединила двух влюбленных Сначала я разозлилась на тебя Но хорошо, что ты дала ему мой адрес Сейчас я еще сильнее понимаю Эду У нее не было плохих намерений Да, она хотела вас помирить Она так старалась, бедняжка Она недавно отправила мне сообщение Спросила, ссорили мы, друзья ли мы Встретимся ли мы еще раз Конечно, встретитесь Не глупи Она же сестра Вулкана Для тебя это большая удача Вот увидишь, благодаря Эдди Между вами точно что-то будет Я правда поражена Как ты постоянно продолжаешь мечтать А я поражена твоей логикой Иногда нужно всем сердцем чего-то хотеть А не думать головой Бурак пришел вместо Вулкана Из-за твоих негативных мыслей Думаешь? Ну, конечно Нельзя упускать возможность И разве я не говорю тебе Постоянно думать о хорошем Начни мечтать Чтобы это превратилось в правду Хорошо Я начну меняться Я начну мечтать И буду слушать свое сердце Вот Посмотри на меня Парень моей мечты Прям из Бодрума Прибежал к моим ногам Ты сумасшедшая Но умеешь привлекать парней Гонжа Вулкан звонит Что? Не может быть У меня сейчас от волнения Сердце выпрыгнет из груди Глупи Отвечай скорее Ладно, ладно Алло Привет, Ослы Это Вулкан Привет У меня для тебя есть прекрасные новости Правда? Какие? Я нашел работу для вас двоих Правда? Нашел работу? Да В нашем спортивном клубе Может быть вы Сегодня приедете Я познакомлю вас с управляющим В спортивном клубе? А Бурак туда ходит? Не смей отказываться Я тебя убью Нет Бурак туда не приходит Так что не волнуйся Хорошо Я сейчас с Гонжой Мы вместе приедем туда Хорошо Тогда встретимся там Сейчас я отправлю тебе адрес Хорошо До встречи Я не могу поверить Бунжа Ничего не говори Я тоже не верю Это будто сон Я же тебе говорила Я уже боюсь тебя Подожди Это только начало Подожди Не будем радоваться так сразу Он пытается нам помочь Из-за ситуации в Бодруме Ослы Опять ты за свое Так где-то ослы Которая собиралась мечтать Работа это первый шаг Остальное приложится А ты не переживай Вот сама увидишь Ты так думаешь? Да Он прислал адрес Что? Давай скорее пойдем Пойдем А куда мы идем? В спортклуб? Как здорово Надеюсь нас возьмут на работу Мы поедем в клуб Он нас там будет ждать Как интересно Он точно к тебе что-то чувствует Я так не думаю Девочка моя Он же крутой парень И не станет сразу Проявлять к тебе чувства Но если бы их не было Он бы просто сказал Думаешь? Да Добро пожаловать Господин Синан Господин Вулкан Спасибо Господин Джем здесь? Здесь уважаемый Хорошо Займитесь работой Хорошо А Господин Джем Мы как раз искали вас Добро пожаловать Знакомые Вулкана Подыскивают работу Они работали официантками Я сказал что мы можем помочь Найдем им работу в кафе Да да Конечно 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 если вам нужны сотрудники Нам всегда нужны хорошие сотрудники Вы правы Они сегодня приедут Конечно В любое время Когда захотите Хорошо Судя по тому что с этой проблемой Мы разобрались Теперь можно и пообедать У вас есть другие пожелания? Нет Спасибо большое Приятного аппетита Добрый день Что вам предложить? Я буду пиццу Маргариту И колу А ты папа? Мне можно что-нибудь легкое К примеру салат С сыром фета Конечно Итак папа А о чем ты хотел со мной поговорить? И в чем дело? Это касается моей личной жизни У меня кто-то появился Что? Или ты знал? Я догадывался И кто это? Мама Чаглы Эльчин Вот этому я удивился Мы уже некоторое время вместе Наши отношения становятся более серьезными Ты знаешь Мне важно То как вы к этому относитесь Папа Ты же знаешь Что тебе не нужно мое одобрение Речь идет о твоем счастье Уверен Ты сделал правильный выбор Я очень рад Что ты так думаешь Надеюсь Эда будет думать так же Вот в этом я не был бы так уверен В конце концов Ты же знаешь Насколько она ревнивая Знаю И заранее боюсь В моей жизни до этого момента Никого не было Но Эда уже Совсем не ребенок Ты прав Она тоже должна это принять Но я сделаю все возможное Чтобы помочь тебе Спасибо сын Дорогая Что вы решили Вы встречаетесь сегодня с Бураком Не сегодня Он пока что в офисе Позвонит как закончит работу Наверное вечером встретимся Поэтому я пойду схожу к парикмахеру Пройдусь по магазинам Встречусь с Тукче Не хочу больше мешаться у тебя под ногами Чагла Что ты такое говоришь Да я шучу мам Чагла Пожалуйста Не шути так больше Ты же знаешь Мне не нравятся такие шутки Я знаю Какие отношения между вами с отцом У тебя тоже есть право на счастье И я надеюсь Что брат Синан Тебя сделает очень счастливой Надеюсь Мы с Синаном договорились пообедать Ты не хочешь с нами? Не будем Не будем торопить события В другой раз Хорошо мам? Хорошо Я не настаиваю Синан очень удивится Когда узнает Что я рассказала тебе О наших Отношениях Эльчин звонит Слушаю дорогая Привет дорогой Мы в такси Вы уже прилетели? Чагла Встретится с подругой Я сейчас в спортклубе В кафе с вулканом А А когда ты будешь свободен? Исходя из этого Я составляю график на день А когда я буду свободен? Я свободен Хочешь чтобы я тебя забрал Или встретимся в ресторане? Встретимся в ресторане Хорошо договорились Целую Хорошо Мы давно это запланировали Не вопрос Наш обед и так закончен Мои подруги скоро придут Ты что смеешься? Вот почему ты заказал только салат Чтобы оставить место для ужина с другим человеком Да нет же ну Папа я же прикалываюсь Может быть я уже стар для отношений Может это не для меня Папа ну я же пошутил Хорошо Дорогая Какие же они богатые Сначала этот отель в Бодруме Теперь клуб Представь какой у них дом Кто знает Гонжа Я не хочу больше строить мечты о вулкане Ладно Смотри сколько между нами различий При чем здесь это? Пусть мечты станут реальностью Правда мне самой бы воспользоваться этим методом Ты знаешь мой парень безработный Он найдет работу Заработает денег Ты так думаешь? Да Ладно я позвоню вулкану Скажу что мы приехали Звони немедленно Алло Вулкан привет Ослы ты пришла? Да Мы приехали Ослы дорогая Скажи охраннику что я жду вас в кафе Хорошо Он сказал мне дорогая Я сейчас умру от счастья Надеюсь он скоро назовет тебя любимая Моя любимая Не говори глупостей Извините Мы пришли увидеть господина вулкана Он ждет нас в кафе Ослы и Гонжа Конечно Пойдемте Это твои подруги? Да Очень милые девушки Особенно темненькая Точно Очень милая Добро пожаловать Здравствуйте Папа я рассказывал тебе о своих друзьях Это Ослы и Гонжа Мой отец Синан Очень рад знакомству Нам тоже очень приятно Ладно Я уже пойду До встречи Хорошо папа Если хотите можем что нибудь выпить Спасибо Мы не хотим отнимать у тебя время Тогда пойдемте Займемся делом А после выпьем Ослы Да Я извиняюсь за то что сделала Эда Ничего страшного Она обожает совать свой нос в мою личную жизнь Можешь быть уверена что такого больше не повторится У нее не было плохих намерений Я уже поговорила с Эдой И мы решили проблему между нами Серьезно? Я очень рад Кстати я поговорил с управляющим Он выдаст вам инструкции А завтра можете приступить к работе Так быстро? То есть это очень здорово Спасибо большое Среди стольких дел еще интересуешься нашими проблемами Тогда поздравляю с новой работой Надеюсь вам понравится Здорово Подруга Что отец Что сын Такие красавчики Да? Помолчи Гонжа Господин Джем Здравствуйте Здравствуйте Это девушки О которых я говорил Ослы и Гонжа Очень приятно Девочки Как закончите свои дела Приходите в кафе Я буду там Хорошо Большое спасибо Прошу присаживайтесь У вас есть опыт работы? Да Есть Прекрасно Тогда заполните эти анкеты Слушаю Наконец-то Правда Встретимся Скажи где ты Я же тебе сказал Что встретимся Нехат Бей Все хорошо? Да Спасибо большое Вот ваш обед Да Да Конечно Оставьте на столе Мама Я пойду проверю вулкана Хорошо Передай ему от меня привет Здравствуйте Госпожа Сельда Господин Бурак Здравствуй Вулкан здесь? Нет Он ушел с господином Синаном А куда не сказал? Они пошли в спортклуб Хорошо Спасибо Милый Я схожу к папе А ты не задерживайся Хорошо сынок? Хорошо Хорошо Ой, только этого сейчас не хватало И дяди на месте нету Лучше пойду в клуб Вы планируете работать только летом? Осенью я планирую начать учебу Если все получится Хорошо А я нет Так что я ищу постоянную работу Ну что ж, хорошо В таком случае вы сначала поработаете в кафе А потом можете выбрать себе другие отделы Конечно, мы учтем ваши пожелания Не переживайте Хорошо А, вот и он Менеджер нашего кафе Левент А это ослы и гонжа Наши новые сотрудницы Рад знакомству Левент, покажи, пожалуйста, девочкам рабочие места Да, конечно, пойдемте Спасибо Спасибо Пожалуйста, удачи вам Мы столько всего накупили Да, в этом платье Менеджер нашего кафе Иди сюда Иди сюда Нет, нет Я тебе сказал Нет, не надо Все, ты попала Нет Иди сюда Нет, не надо, не надо Отпусти Иди сюда, я сказал Попалась? А ну, иди сюда Но когда мы играли в море Наши взгляды встретились на секунду Я никак не могу этого забыть Подруга, я уверена Он к тебе неравнодушен Может, хотел признаться в бодруме Но из-за твоего брата побоялся И правильно сделал Вообще-то мы много тусили вместе Но он обращался со мной как с сестрой Ну, не знаю Мне так не кажется Как он может тебе признаться? Он же не хочет ссориться с другом И он побоялся отказа Ему пока просто не хватает смелости Джансу, ты так думаешь? Да я уверена, поверь мне Я постоянно вижу, как он на тебя смотрит Послушай, вокруг него вьется много девчонок Ты же не хочешь, чтобы его увели? Ну зачем ты такое говоришь? А как же эти девушки в бодруме? Если бы не я, они бы сразу к нему пристали Я не хочу, чтобы барыш был с кем-то кроме меня Значит, расскажи ему о своих чувствах пока не поздно Пойми, ты ничего не потеряешь Но если признаешься, можешь выиграть Ты меня так подбодрила Ну все, теперь я точно с ним поговорю Нихат Представляешь, Нармин и Умер разводятся Ого Цена измены 20 миллионов евро Если уж такие мужчины как Умер изменяют своим женам Нихат, в каком жестоком мире мы живем? Ты только посмотри, с кем он ей изменил Да она ему в дочери годится Зря он так, конечно Ты бы не стал так поступать, правда, милый? А, Сильда, зачем ты об этом думаешь? Ты же знаешь, как я тебя люблю Ну я не знаю, любимый Посмотри на них Ты кого-то ждешь? Нет, мне нужно будет уйти Надо проверить, как там новый отель Ну ладно, не буду тебя задерживать Подожди, я позвоню Бураку Пусть он сходит с тобой Бурак? Да, и пусть поможет тебе Бурак пришел? Конечно, любимый Мы же с ним вместе приехали Где же он там ходит? Я не хочу ехать с Бураком Милый, ну не отказывайся Пусть он сходит с тобой Бурак, где ты пропадаешь, сынок? Мама, я приехал в клуб Дядя и Вулкан здесь Что ты забыл в этом клубе? А, поняла Ты хочешь помочь им там с делами? Поняла, поняла Да, конечно, дорогой Он сказал, что помогает им в клубе Серьезно? Ну Раз ему нравится работать в клубе Тогда пусть он там и работает В клубе? Ты сейчас серьезно? Да Ну ладно Мне правда пора выходить Вечером поговорим Хорошо, милая? Конечно, милый Ну все Пока Бурак, ты смерти моей хочешь Терпения на тебя нет Мало, мы тебя наказывали Добро пожаловать, господин Бурак Господин Вулкан сейчас в кафе Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok